Таким образом, он Юрия Крюкова не перегнал. Чуть-чуть, да, не дошел. Он второй. На третьем месте пока Голоцузков. Единственный, кто может что-то изменить, это Юрий Тихановский. Посмотрим. Ну, а Павлова еще не откуда на 9. 9,4. Она проиграла Миле Ижовой, потому что у Милы 9,5. А вот здесь бы я бы, например, на месте судей как-то немножечко поступила. Не знаю, где у нее была такая заметная ошибка. А здесь опыт победил Лидьков Лёвовна, то, о чем мы говорили. Так, Тихановский уже не выиграет. Опыт над молодостью. Тихановский уже не выиграл. Да, уже он приземлился не так, как надо. Так что остаемся. 9,5 у Ежовой, 9,4 у Павловой и 9,3 у Орловой. Вот они все по одной десятой проиграли друг другу. Да, и таким образом, это вот наши победительницы на бревне. Ну, и Тихановский, понятно, да, что он вряд ли вмешается в борьбу. Уже не вмешается, видите, почему? Плацкарт. Приземление не на ноги. Удивительно, Тихановский. Такое вот тоже, правильно, вот это ты мысль провела? Столько торчать на базе, столько вообще... Только тратить время. Времень, сил, средств, всего на свете, труда, ну... Ну, средства, я думаю, они там не тратят, а вот времени, сил... Ну, как средства не тратят? Их держит база, кормит. А, ну, не своих средств? Ну, нет, конечно, нет. Так я думаю, лучше бы тогда более перспективного на это место взять. Очевидно, я это объясняю только тем, что не было еще такого подрастающего поколения, и проходил Саркаеву, и их не отбрасывает далеко, как я говорю. Ну, что ж, Тихановский шок. Ну, теперь мы его поругали, он делает. Ну, вообще безвольно, совершенно безвольно. Все-таки же мастер, большой уже мастер. Да, завершились соревнования в этом виде, в этих двух видах, на опорном прыжке у мужчин и на бревне у женщин. Сейчас, видимо, будет награждение. Итак, мы ждем оценку Тихановского, чтобы уже вам сказать, уважаемые телезрители,